Дорогие друзья, моя повторная поездка в Пушкинские горы по техническим причинам на одну неделю сдвинулась. И вот в эти прошедшие длинные выходные я побывал таки в Пушкинских горах. И хотел кратко сегодня фотоотчет представить вашему вниманию. Для нас важны контакты сегодня еще и в связи с тем, что наш университет выиграл конкурс и приступил к разработке стратегии развития Псковской области до 2030 года. И в моем понимании, вот все связанное с Пушкиным, оно будет чрезвычайно важно, в том числе для разработки стратегии, как в финансовом, коммерческом плане, так если угодно, и в плане таком духовно-мистическом. Вот сейчас мы находимся на великолепном острове Буян. Это действительно такое природное чудо. По некоторым преданиям, он был островом, вокруг озера было везде. Сейчас оно обмелело, и вот та часть соединяется напрямую с сушей. И вот такое сакральное псковское место, потому что многие считают, что этот остров в том числе мог навеять Пушкину название остров Буян. Буян, поскольку есть такие легенды, что именно так именовали этот остров. Ну а в последнее время произошло возрождение этого имени. И происходят иногда любопытные события. Вот здесь прямо за моей спиной огромный валун, который пытались вытащить, но как-то он не поддавался. Но, видимо, он почувствовал энергетику новой жизни острова и начал выходить из земли сам. Вот скоро он уже будет водворен на свое место, на вершину этого острова. Так что хочется пожелать этому острову хорошей сакральной жизни. Традиции лабиринтов входят в глубокую древность. На самом деле, сам лабиринт – это и есть храм, потому что он помогает организовывать, структурировать природное пространство, запуская определенные потоки. В зависимости от формы лабиринта тем или иным образом структурируется пространство и время в той или иной природной точке. И ходят легенды, но я думаю, что их легко можно проверить, а кто-то и знает, что это так, что под многими храмами разных культур, традиций и народов мира в основании лежит лабиринт. И только позднее, то есть фактически лабиринт – это и есть храм, и только позднее на местах этих мест силы, где уже запущены некие энергетические потоки, стали строить каменные стены. Ключиком, который открывает этот лабиринт, всегда является сам человек. И только в его власти, куда будет направлено намерение на созидание, строительство, организацию и проливанное возрушение. И здесь, на этом острове Куяне, построен лабиринт любви. Этот лабиринт создан как образ, как подобие лабиринта, который сохранился на островах Белого моря. Самые известные древние лабиринты северной традиции, это лабиринт северной традиции, есть на Кузовском архипелаге и на Соловецком архипелаге. Этот лабиринт построен по модели лабиринта на острове Заяцком. И здесь мы можем, находясь здесь на острове Буяне, мы можем прикоснуться к его вот такой вот внутренней силе сокрытой, к его тайнам и почувствовать свой собственный внутренний мир. Я закладывал этот лабиринт по приглашению Алексея, Вячеслава Токарев, известный ученый, исследователь, архитектор, строитель и в том числе строитель лабиринтов, который заложил множество лабиринтов в разных регионах мира, не только в России, у него и школа лабиринта, которую он проводит в Питере и путешествуя по другим местам во время строительства лабиринта. Пушкиногорский район вообще такое знаковое место, имея в виду все, что рядышком с Пушгорами, потому что вот сейчас мы находимся в Новоржевском районе, но имение Алтун, принадлежавшее в свое время Львовам, упоминается Пушкиным, Львов, и они были близки, может быть не столько близки, сколько знали друг друга, и вот любой маломальский заметный проект, он в этих краях получает свое удивительное развитие. Вот сегодня восстановлена эта усадьба Львова, и надо сказать, что она находится, в общем-то, в дремучем лесу, что называется, 10 километров от Пушгор, но здесь всегда полно народу, и в гостинице становиться не так просто, и ресторан всегда забит. Это свидетельство того, что действительно этот район имеет очень хорошую бизнес-перспективу. И, конечно же, великолепие Пушкинских гор, оно распространяется вот на очень большую территорию вокруг Пушкинских гор непосредственно. Аналогичная усадьба Львова находится и еще в одном местечке, это гора. Путь в гору лежит через Новоржев, ну и Пушкин, конечно, иногда остро шутил. Вы помните его известное четверостишее? Есть в России город Луга, Петербургского округа. Хуже б не было сего городишки на примете, если б не было на свете Новоржева моего. Ну, мне думается, что это написано с такой доброй отеческой улыбкой, а не в ином стиле. Ну и вот сейчас мы находимся в имении Львова. Это местечко-гора. Оно по многим признакам связано, конечно, с имением Алтун. Это можно понять, посмотрев на архитектуру, окружающую среду. Вот когда-то мельница в этом же стиле, исполненная, ныне, правда, уже разрушенная. Вот точно такое же строение, как ныне общеизвестный ресторан в местечке Алтун, где без предварительной записи пообедать крайне сложно. Ну и, наконец, родовое имение Львова-гора. Это вот здание, на фоне которого мы и ведем наш сегодняшний разговор. Обрамляет это имение Львова, вот это здание. Великолепный парк, который вот сейчас здесь прямо перед нами. Причем парк был в свое время чрезвычайно богатый. Очень разная растительность была представлена в этом парке. И парк был очень хорошо обустроен. Внизу парка, в небольшом удалении, протекает речка Ошевка. Дальше, уже непосредственно перед парком, был сделан искусственный водоем. Восьмерка с тремя островами. Острова сообщались с землей через мостики. А земля вся, которая была изъята во время копки этих прудов, она была использована для украшения парка. Здесь были выложены знаки припинания. В частности, известный такой объект точка. Следующий известный объект запятая. Это с правой стороны, с левой стороны восклицательный знак. А к восьмерке шла каменная лестница с каменными ступеньками. Почему я так хорошо рассказываю о том, что здесь было? Это связано с тем, что я учился именно в этой школе. Я учился и в 60-е годы заканчивал. Тогда эта школа уже была восьмилетняя. До этого здесь был интернат. Здесь была рядышком школьная столовая. И великолепный парк, который и мы, школьники, поддерживали. Я нашел вот свою родную березку, которую я в школьные годы здесь сажал. Особенностью парка еще было и то, что с высоты птичьего полета можно было прочитать фамилию хозяина этого имения, Львов. То есть деревья были высажены так, что читалась фамилия хозяина. Поэтому богата Псковская область такими абсолютно ныне забытыми, чрезвычайно интересными для истории нашей страны точками. И я убежден, что если у нас появится принципиально новая стратегия развития Псковской области, то все подобные давно забытые местечки, которые так или иначе, впрямую, либо косвенно связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина, они получат свое второе рождение. Хочется пожелать успехов Псковской земле. Калерия, я вот хотел задать такой вопрос по любопытному стечению обстоятельств. В один и тот же день я сегодня в Пушгорах встречаюсь вот и с персонажами пушкинских сказок, и с гостями из Соединенных Штатов, из Индонезии, из Канады. Вот что на ваш взгляд собирает вот очень разных людей в одном месте? Ну, если в двух словах, то мы жили где-то в 2010 году в Швейцарии. Мне она безумно надоела, потому что сразу была не моя страна. Когда я ездила когда-то еще в 90-е годы в командировки, это было одно. Но как вот случайно, так вроде бы случайно получилось, что я вышла замуж и стала там жить, сразу поняла, что это вообще не моя страна. И уже когда стало вот так вот уже скучно и неинтересно, я всегда любила природу, я вернулась в Москву, в школу детали, изучать ландшафтный дизайн. И мы приехали перед дипломом с группой будущих ландшафтных дизайнеров по садам и паркам Петербурга. И мне настолько понравился Пушкин, что когда мы уже с мужем решили, а уже к тому времени мы жили в Индонезии, мы решили куда-то переехать, у меня Пушкин просто вот раз и все. Я вот, может быть, к некоторому удивлению своему узнал, что на Украине очень много издается литературы практически во всех таких более-менее заметных городах по концепции общественной безопасности. И вот я слышал, что у вас тоже есть как бы информация по этому поводу. Как вот вы вышли на эту информацию? Во-первых, это было уже давно, наверное, лет пять. Ну да, вот, так как написано во всех ваших, ну не книгах, наверное, да, вот, что эта информация принадлежит человечеству. Украинцы люди очень предпринимают. Чего и тогда они понимают, что можно что-то издать и никому за это не платить. Они, по-моему, очень рады. И они вот таким образом и издают, и по почте пересылают. Вы пишете в коде, что сейчас вот согласно закону времени, да, меняется и меняется все. И вот мне кажется, что вот эта информация о наших истинных корнях, она будет с каждым днем нарастать. И люди будут, возможно, уже способны воспринимать эту информацию, что наша культура гораздо глубже, что наши сказки имеют второй, третий и четвертый смысл. Для меня, конечно, тоже было очень любопытно вот в одном месте встретить таких очень разных, казалось бы, людей. Но действительно, я так понимаю, что у всех этих людей одно единое мощное ядро. Да, и устремление изменить России, помочь России измениться и занять достойное место в истории цивилизации, планеты, земля. И я вот хотел бы верить, что люди уже вашего уровня, вашего опыта, имея в виду и бизнес-опыт, способны, вот, может быть, Пушкиногорский район превратить в такой символ, что ли, будущего нашей русской цивилизации, где бы ни было вот этих небоскребов, бетонных коробок, а как-то мы показали бы, что можно жить иначе, и это будет не возврат в прошлое, а устремленность в очень далекое будущее. Абсолютно. Так что спасибо вам. Спасибо вам. За участие в наших делах. Ну и вот после посещения Алтуна и поместья Львовых в горе, мы оказались совсем рядышком у Димы Шувалова, который не так давно, порядка 12 лет, по-моему, прожил в Канаде. И вот, тем не менее, он оказался на Псковщине. Хотелось бы в двух словах понять, Дим, как ты вообще оказался на Псковщине, и как себя ощущаешь на Псковщине, если сравнивать это место. Ну, наверное, ты бывал практически везде. Вот что можно было бы услышать из первоисточника? Многие события, которые последние годы случились со мной, они все более знаковые, и вы знаете об этом. Я даже бы не хотел это упоминать, но я думаю, что я вообще псковский человек и вообще русский человек. Не важно от того, что я уезжал в Канаду жить. Я думаю, что... И даже хорошо, что я уезжал в Канаду жить, потому что только издали, издали можно почувствовать любовь к Родине. Потому что когда мы живем здесь, и много всего происходит, наверное, это мешает понять наше предназначение. И вообще, мне кажется, что мы здесь даже за последние два года, в этой деревне конкретной, множимся. Множимся даже не людьми, а множимся чувствами. Ну, вообще, конечно, очень приятно вот видеть такую, может быть, казалось бы, абсолютно заброшенную деревушку в таком совершенно новом амплуа. Когда видишь, рядом стоит телега, наполненная цветами, рядом плуг и барана, потом старенький белорус, потом самый современный белорус, потом машина-БМВ, примкнувшая к плугам, наверное, это что-то новое на Псковщине появляется. И мне кажется, что это символ будущего Псковской области, поскольку вот таких мест сокровенных, ныне, в общем-то, отданных природе в основном, на земле не так уж и много. И мне кажется, что вот тезис и последние будут первыми, может быть, это о Псковской области. Хочется верить в это. Ну, остается пожелать успехов в новом амплуа. О, сколько тут. Спасибо.